Пока спортивный мир содрогался от успехов российских лыжников, за сердце хваталось не одна тысяча зрителей у телеэкранов. Спортсмены и болельщики успели соскучиться друг по другу. Чемпионат России стал первым крупным соревнованием, трибуны которого после долгого перерыва открыли для посещения. Лыжные гонки ничуть не уступают лучшим сценариям голливудских фильмов. Быть может поэтому данный вид спорта так популярен среди женщин. О том, как к заключительным стартам готовились наши прекрасные болельщицы, узнаем прямо сейчас. Классика от конька чем отличается? Ну, конек это как вот на коньках вы катаетесь, а классика, по-моему, они вот так вот делают. Я вам не скажу, я их не отслеживаю. Ну, классический ход, это получается, мы работаем руками и ноги по переменке. А классический ход, он как бы коньковый, он елочкой идет. Право-влево, право-влево. Ну, по стилям я еще не сильно, а сильна в этом вопросе. Стилем! В общем, в зачете Купка Мира сколько у нас медалей? Ой. Я даже не представляю, но это больше ста, наверное. Ну, наверное, штук около 20. Медалей 20, пускай, будет. 50. Ой. А когда спортсмены меняют лыжи? Лыжи меняют. Ну, когда переходят с конькового на... С классического на коньковый или, наоборот, с конькового на классический. Когда ставят их летом отдыхать. Когда изнашиваются, он меняет их на скетлоне. Девочки через 7,5 километров. И мальчики, когда бегут, на 15 километров. Чем бы вы накормили спортсмена? Ну, не знаю. Спортсмены, наверное, очень часто хотят кушать. Борщом, пельменями. Конечно же, мясом. Ну, на самом деле, наверное, спортивное питание специальное, которое можно спортсменам. Там белки, углеводы. Вы бы вышли замуж за спортсмена? Я замуж за спортсменом. Боишь, что нет? Конечно, мне кажется, спортсмен – это тот человек, который всегда поможет, всегда будет рядом. Я хотела бы выйти замуж за спортсмена, но только уже возрастный.